Доброе утро! Это программа «Формула еды» и мы в Челябинской области. И мы будем готовиться к Пасхе. О, значит, про куличи? Нет. А, ну, значит, про яйца? Верно! Верно! Ой, класс, класс! Я очень люблю этот праздник. Мне очень нравится разукрашивать яйца. Я, кстати, увидела очень интересную технику. Я потом вам расскажу. Очень прям красиво получается и быстро. А еще хочу узнать, ведь в Пасху все ходят друг к другу, яйца вот так тюк-тюк, потом едят. Вот, и можно съесть довольно-таки очень много яиц. Хочется узнать, какое количество яиц можно съедать в день, чтобы не было очень сильно плохо. Да. Ну, слушай, я думаю, что для начала нужно поинтересоваться у людей, как они думают. Давай, я очень люблю его спрашивать. Пойдем. Здравствуйте! У нас к вам вопрос. Сколько можно есть яиц в день? Одно. Одно? Одно яйцо. Вареное одно. А пожарить, может быть, два? Два. Ну, два, думаю, будет достаточно. Десяток. Десяток? Да. Зайка любит яйца. Так, ну, большинство, говорят, два. Есть какие-то там отклонения, там и сям, но в целом два. А что ты скажешь? Сколько? Я скажу. Скажи. Позже. Если захочешь. А пока предлагаю отправиться туда, откуда эти яйца появляются. А именно на птицеводческую ферму. Хорошо. А там ты скажешь? Сколько можно? Может быть. Может быть. Понятно. Уж я не думала, что мы поедем на поезде и что я буду им управлять. Так, сейчас, мост. Это мост? Это мост? Мост, мост. Покорить не давай. Давай. Это мост? Давай поход. Тогда чифон. Не разгоняйся сейчас. Так. Не, надо разогнаться. Я могу до 60. Видишь? Я могу даже... Ты первый раз поезд ведешь. Хорошо, что это всего лишь симулятор поезда. Челябинская область известна своей уникальной железной дорогой. И мы как раз в музее железнодорожного транспорта. Тут так здорово. Каждый этаж перемещает вас в новую эпоху железнодорожных путешествий. И вот незаметно вы уже целиком в нее погружаетесь. А у меня сейчас тотальная ностальгия. Я из Парижа в Москву. Из Москвы в Париж все детство ездила на таких поездах. А что, самолеты не летали? Летали. Ну, почему-то вот так мы ездили. Было очень забавно, потому что из Парижа в Москву мы ели один тип продуктов. Копченая курица была. Еще какая-то лапша быстрого приготовления. А из Москвы уже был черный хлеб. Сыр. Такой советский, типа, колбаса какая-то. Колбасный сыр. Да. А, да. А, да. И еще эти. Вот, вот. Я думаю, что на столе-то не хватает. Очень-очень. Вот. Вот это. Коробок. Я знаю, там соль. Там соль. Там соль. Я знаю, там соль. Это значит, там тут яйца. Вареные яйца. Вкрутую. Да, да, да. Я помню, как только ты их что-то открываешь, весь купай знает, что ты яйца открыл. Ну, потому что ты же стучишь. Да, да, да. И потом скрылба на ляпчик. Да, 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 да. Ну, кстати, я думаю, что это, знаешь, был правильный вариант. Вот, в принципе, люди в дорогу вот это вот они ели, вот эти бутерброды какие-то, вот эта курица жирная вот эта вот. А с учетом того, что человек еще едет, он не двигается, набирает лишние килограммы. Другое дело яйцо. Яйцо – продукт диетический. Высокое содержание белка позволяет не набирать лишние килограммы. Съел яичко, а самое главное еще и сытость какую формировал. Съел яйцо, съел прям оп, и все уже. Ну, чаем там запил, и хорошо. Берегите вашу фигуру, ешьте яйца. Я хочу красить яйца, и хочу узнать, наконец-то, сколько можно есть яиц. Сейчас уже подъезжаем, все узнаешь. Дорогие телезрители, я вам желаю тепло и радостно встречать Пасху. Тем более, что мы узнали, как можно симпатично покрасить яйца. Мы узнали, как их хранить, и еще мы узнали, сколько их можно есть в день. Не чудо ли? Чудо ли? Это была программа «Формула еды» на телеканале «Россия между другими городами» и другие продукты. До новых встреч. Жой ест пак, и объем тут. Редактор субтитров А.Семкин